всем привет с вами кекс и сегодня я делаю одно из самых простых самых вкусных и интересных видов теста это тесто будет делаться по водному методу тесто я буду готовить на сыворотке в общем смотрите и дальше я все расскажу и покажу собственно рецепт теста такой же как я делаю допустим на воде и либо на молоке здесь единственное я заменила его на сыворотку меня остается ее очень много потому что у меня дома маленький ребенок и ему готовлю творожок но благодаря тому что я использую сыворотку это изделие из уже готового теста не так быстро черствеют и остаются более как нежными что ли вы почувствуете разницу если будете готовить на сыворотке вместо воды если у вас такая дома есть лишняя обязательно используйте лучше ее я ее слегка подогрела буквально до такой температуры чтобы слегка теплая оказалась на палец туда раскрошила свои дрожжи и добавлю сюда две столовые ложки сахара может немножечко капельку с горькой и перемешать для того чтобы разошлись мои дрожжи и растворился сахар что такое заводный метод это тесто еще называют утопленником но мне такое название не очень нравится также его называют и водолаз и подводники как угодно но просто это тесто у нас будет подходить в воде его сейчас немножечко обгрейдили спустя много веков раньше просто когда готовили именно тесто его просто кусок теста брали и бросали в воду сейчас немножечко это делается по другому я отвесила уже муку отдельно высыпаю где-то около половины муки изначально сюда добавляю сразу чайную ложку соли немножечко это перемешиваю я добавляю не всю муку сразу для того чтобы хорошо она вмешивалась и так удобнее вмешать растительное масло так как тесто мы будем ложить в воду класть в воду мы будем извините и я буду использовать полиэтиленовый пакет для того чтобы наше тесто не набирало влаги и его потом не нужно было еще домешивать большим количеством муки но не стало забитым поэтому буду использовать пакет пакет с внутренней стороны я буду точнее уже намазала растительным маслом вы видели оттуда где-то столовую ложечку масла влила и распределила по пакету теперь уже растворенные дрожжи я вливаю в муку которую половину вы видели я отвешивала и ставлю в комбайн можно также замешивать ложкой если вам так удобно у меня лучше пока вместе это справляется комбайн с данной грязной работой уже когда нужно вымешивать руками этим занимаюсь я на этом этапе когда вмешалась половина муки лучше всего добавлять растительное масло его можно добавлять 50-80 грамм я добавляю 50 грамм вы видели еще столовая ложка у меня ушла на смазку пакета можно еще мазать руки если будет прилипать тесто поэтому в общем и уйдет где-то около 80 но и именно в тесто сейчас я добавила 50 грамм и теперь постепенно добавляю муку и вмешиваю тесто когда моему комбайну уже становится сложно крутить такое количество теста мне удобнее будет замешивать его руками во первых я буду чувствовать плотность теста и не буду добавлять туда лишнюю муку выкладываю тесто на стол дрожжевое тесто очень любит чтобы его помяли руками поэтому не пренебрегайте этим и замешиваем тесто тесто не должно получиться слишком плотным у меня уходит обычно около 550 грамм поэтому я писала до 600 я отвешиваю 600 обычно и уже добавляю добавляю но у меня всегда остается немножечко может грамм 50 у меня точно осталось из этого количества теста у меня получилось 4 заготовки на пицце диаметром где-то 24 26 сантиметров такого количества теста хватит на большое количество пирожков я не считала конечно поштучным сколько так получается но достаточно целая кастрюлька у меня пирожков получилось очень часто я пирожки именно леплю все сразу а потом уже жарю когда я слепила последний то первые уже подошли и их можно жарить можно в принципе некоторые работают с тестом без того чтобы его нужно было оставлять и оно бы подходило то есть они вот так вымесили и работают с ним сразу но мне больше нравится когда тесто постоит и работает на следующий подход вы видите тесто не прилипает к столу можно считать что тесто готово оно довольно пластичное эластичное мягкое оно не забито оно очень мягкое но оно отходит от стола и от рук теперь можно считать тесто вымешанным и готовым отправляю его в пакет с пакета выпускаю лишний воздух который там не нужен и пакет я буду завязывать сверху для того чтобы на всякий случай вдруг пакет перевернется у меня не попала туда влага можно просто завязать можно еще немножечко резиночкой на всякий случай перекрутить теперь самое интересное беру большую кастрюлю с холодной важно с холодной водой опускаю туда наше тесто и оставляю его на час нам нужно дождаться чтобы тесто всплыло конечно тесто у меня всплыло уже через 20 минут но я его оставила там на час чтобы оно уже хорошо поднялось фишка в чем в том что дрожжи когда подходят выделяют углекислый газ это то что в воздушных шариках надувают и они летают и поэтому тесто очень хорошо и быстро всплывает значит там уже в достаточное количество углекислого газа его можно считать готовым через час посмотрите у меня тесто увеличилось в объеме раза в три точно тут можно видеть в пакете вон поры этого теста оно может немножко отражает свет но видно хорошо что там поры вот так постараюсь поближе показать то есть тесто очень легкое и воздушное все собственно теперь это тесто считается готовым можно с ним дальше уже работать его нужно немножечко обмять сейчас я вы ему его и покажу что у меня получилось чтобы не намочить стол потому что я тесто буду обминать на салфетку положу плюс в том что нам не нужно никакого теплого места места без сквозняков сквозняка тесто не увидит потому что оно в пакете теплое место ему не нужно потому что оно лежит в холодной воде это тесто считается что оно будет лучше подходить у вас при выпечке и за счет этого оно очень воздушное нежное и легкое я здесь совместила сразу несколько плюсов то есть это тесто хорошо подходит оно на сыворотке поэтому оно дольше хранится и оно без яиц и оно не будет жестким благодаря этому и забитым то есть это тесто является очень вкусным очень универсальным простым и недорогим в приготовлении обминаю легонечко наше тесто сильно его прям не давлю прям не издеваюсь над ним вот оно такое пластичное гладкое и красивое очень приятно с ним работать и лепить с него тоже одно удовольствие с такого теста и хлеб очень хорош сейчас разрежем даже учитывая что я его обминала и воздух вышел посмотрите какие поры остались в этом тесте обязательно попробуйте я уверена это что-то интересное на самом деле очень просто очень легко вы тесто забросили и забыли на него на час оно обязательно получится если вам понравилось это видео ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал а с вами был Кекс до новых встреч пока пока пока